И когда ведем беседу с некоторыми нашими друзьями, они говорят, завтра я еще успею, завтра я еще успею. Как бы вы ответили тем людям, которые отставляют сегодняшнее то, что мы должны сделать? Об этом в пятницу мы читаем 40 каф, пещера. Всевышний Абаскавал, «Аля теку ля нали чей, ин инни фа айл мун дари фа ля», и говорит, что я эту или ту вещь завтра сделаю. Представляй то, что вы должны сделать сегодня на завтра, ты говоришь, что завтра я сделаю. То есть никто не застрахован из нас. То есть опять же вот раковые болезни, отчего люди болеют? Из-за переживаний. А переживаешь за что? Или за прошлое, или за будущее. А прошлое уже не вернуть, он успелся там. За это зачем переживать? Будущее ты не знаешь, что будет, только Всевышний знает. Как ты можешь там, ты думаешь, да? Всевышний, он же все предопределил, будучи. В сегодняшние дни мы у нас жить. Поэтому если мы меньше переживали, вот эти болезни мы тоже не были помешивыми. Поэтому вот этому человеку рассказал Мухаммаз Аллах, «Аль-Кабру». Самое лучшее напоминание в этих моментах – это могила. Когда человек идет посещать кладбище, многие могут там встретиться на кладбище всех своих друзей, с знакомым, которые тоже говорили, «Завтра я начну, мы не успеем». Его принесли на носилках и уже похоронили. Поэтому, если бы мы были бы… Одна из милостей, знаете, какая для нас, братья, то, что Аллах скрыл наш срок, когда мы умрем. То есть, мы не знаем, когда мы. Человек думает, обманывает, что он вечно тут бывает, проходит. Вообще, сейчас коронавирус это показал нам, что он не считается ни с молодыми, ни с взрослыми и так далее. То есть, поэтому самый большой обман, само обман, когда человек думает, что он тут навечно. Поэтому, что мы не знаем, что произойдет завтра, мы не знаем, что завтра случится. Тот человек, который умер сегодня, вчера он не думал, что он завтра умрет. Он думал, что завтра он проснется, но он не проснулся. человек который сел на машину думал что доедет от точки а до точки б этого не доехал человек который сел на самолет человек который лег спать он проснет человек который взял подавился подвергнулся умер на ровном месте что нужно нельзя оставлять никогда то что ты можешь делать сегодня назад любому это это правило жизни этому человеку хорошо пойдемте обратно кто-то мусульман хорошо пойдем на подорога накладываясь этим